А микрофон кто-то забыл дома. Всем привет! На связи ваш техасский корреспондент. Прямое включение прямо слона нашей матушки природы. Я не знаю, как устроено это у вас, но у меня каждый раз, когда происходят какие-то перипетии, дрязги, неприятности, я стремлюсь воссоединиться с собой и с природой. Я занимаюсь очень много физической активностью и хожу гулять много и долго. И сегодня по счастливому стечению обстоятельств, благодаря тому, что у нас уже перевели время, и у нас довольно долго вечером остается светло, и этот парк расположен далеко от моего дома, я подумала, что я могу немножко вам рассказать об еще одном месте, которое можно посмотреть, когда вы приезжаете в Хьюстон с визитом, или вы, если здесь живете и не знаете, куда бы вам еще сходить. Конечно же, Хьюстон по сравнению с большими русскими городами – это страшная дыра, мест здесь не так много, но тем не менее есть. И одно из них – это ботанический сад и дендрарий Тельмы Луизы и Чарльза Мерсерс. Он сейчас занимает 200 с лишним акров земли. В 1972 году, когда это было имение Чарльза и Луизы, оно было всего 14 тысяч акров, 14 акров от их американского измерения. И Луиза, и Чарльз, они были помешаны на том, чтобы ездить по странам и континентам и собирать растения. То есть весь этот ботанический сад, который на сегодняшний день является общественной структурой, он начинался как собственный сад двух вот таких замечательных людей – жителей Техаса. И вот в 1972 году они решили это дело передать в ведение государства с условием, что он навсегда останется в публичном доступе, бесплатным, и будет всегда вот именно этой цели преследоваться. Их угодья очень удачно расположены вдоль ручья, ну, речушка, которая называется Сайпрос-Грик. И поэтому немножко есть небольшой рельеф, возвышение и склоны, что в Техасе большая редкость, ну, в нашей хьюстонской эрии большая редкость. Плюс здесь очень много разнообразных деревьев, которые были, естественно, здесь произрастали. Это в первую очередь эти огромные сосны. И, естественно, как в любом ботаническом саду, очень много растений, которые сначала были привелезены Чарльзом и Луизой, и потом уже, так как ботанический сад стал официальной организацией, их стали здесь культивировать. На сегодняшний день здесь очень много растений, которые не адаптированы. На сегодняшний день здесь можно увидеть много всяких красивых деревьев, цветов. Когда все цветет в разные сезоны, я приезжаю сюда и наблюдаю цветение то одного, то другого. Все очень красиво, все очень душевно. И этот сад постоянно улучшают. Например, сегодня я планировала пойти и показать вам еще один угол, который сделан совершенно в японском стиле. Бамбуковый лес, два озера, беседка. Но, к сожалению, как раз тот угол сейчас находится на реконструкции, он закрыт. И это для вас дополнительный повод посетить этот сад чуть позже. Если вы живете в Хьюстоне или в окрестностях, или собираетесь Хьюстон посетить, я вам очень рекомендую. Погода сейчас для этого стоит замечательная. Да, и летом, в общем-то, в тенистых этих кущах тоже не так жарко. Как вы можете увидеть, сад довольно популярен у местных жителей. Народ сюда приходит, сейчас еще у нас каникулы, народ сюда приходит в выходные, вообще не протолкнуться. Также ботанический сад имеет специальные обучающие программы. У них очень много волонтерских программ, лекций, какие-то мастер-классы. И один раз в году в течение марта они проводят то, что называется March Mart. Это массовая распродажа цветов в горшках, растений, кустов. Ну, то, что все везде по всем странам мира происходит в марте. И у людей просыпается вот это желание сделать свой мир лучше. И, как вы, наверное, могли заметить на видео, это популярное место для фотосессий. Потому что представляет из себя довольно много интересных бэкграундов. Ну, а что еще, как ни мать, наша природа может дать нам натуральное, естественное, приятное место для фото. Девочки в красивых платьях – это отнюдь не невесты, потерявшие женихов. Так как у нас очень большое влияние мексиканской культуры в Хьюстоне, это девочки, которые отмечают традиционный мексиканский праздник Кенсиньера, то есть 15-летие. 15 лет в мексиканской традиции считается чем-то вообще невероятно значимым. И в этот день они делают вот такие фото в бальных платьях, ходят куда-то специально и устраивают очень большие пати. Прям очень большие пати. Вот, как вы могли видеть, сегодня таких тортиков мне встретилось тоже несколько. Невесты сюда приезжают, мамочки с новорожденными, влюбленные перед свадьбой, семейные фото, студенты, все что угодно. И это довольно популярное место, оно находится, ну, я бы сказала, конечно же, недалеко, но все тоже довольно-таки условно, я живу рядом. Учитывая, насколько огромен Хьюстон, то кому-то может быть и далеко. Вот такое еще место в Хьюстоне посетить. Ссылки на официальный сайт и на карту, как доехать, я поставлю в описании и в комментариях. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо вам, что вы со мной. Далеко не уходите. В середине еще много интересного. Пока-пока. Пока. Пока.